Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 февраля, суббота. И так получается, что мы с вами вроде бы посмотрели очередную серию длинного сериала под названием «Увольнение залужного». Но, к сожалению, вопрос как-то подвис в воздухе, и я не уверен, что это последняя серия, что это не будет продолжаться, это «Конитель». И очень опасаюсь, что она может закончиться очень плохо для Украины, потому что я уже видел другой сериал на эту тему, который был в Украине же, ну, не то что очень давно, но много лет, скажем так, назад. И он привел к весьма плачевным результатам. Кратко о нем расскажу. Вы, наверное, помните президентство Виктора Андреевича Ющенко. И там сложилась такая ситуация, что Ющенко был президентом, а премьер-министром при Викторе Андреевиче была Юлия Владимировна. И они как бы как победители, победители над злыми силами в лице Януковича и стоявшим за ним Кремлем, пришли как дыхание свежего ветра в Украину, и всем померещился близко вот Запад, Европа, Америка и там Украина вместе с ними. А потом неожиданно между Виктором Андреевичем и Юлией Владимировной разгорелся спор на старую, наболевшую украинскую тему. Как, знаете, эту шутку горькую. Два украинца, три гетмана. По-моему, так это звучит. Ну, то есть, это спор был о том, кто умнее, кто красивее, кто лучше работает. Виктор Андреевич, конечно, проигрывал с треском в этой игре, потому что пророческими оказались слова из-за решетки американской тюрьмы Павла Лазаренко, который сказал, вот лично мне, когда еще Кучба был президентом, Ющенко претендовал на роль его наследника, что ли, Лазаренко сказал, кто Ющенко, да они там с ума подсходили, он имел в виду оппозицию. Это же невероятный лентяй и бездельник. И так она и оказалась, в конце концов. И он оказался, ну, я считаю, одним из худшим президентом Украины, потому что он убил, убил веру огромного количества украинцев в том, что в стране быстро могут наступить позитивные изменения. Я помню, я был на этом приеме, когда он по избранию президента приехал в Украину. Огромный зал в гостинице Вашингтонской, там собралась диаспора со всей Америки, с Канады. Народ светился, лица присутствующих светились вот этим божественным внутренним огнем надежды и веры. Наконец-то! Ну, где-то через год, через полтора, через два они даже произносить имени Ющенко уже не могли. Ну, это неважно. Дело в том, что сопротивление, то есть вот противоборство между Ющенко и Тимошенко достигли такой остроты, что грозили провалить вот этот весь проект продвижения Украины на Запад. Дошло до того, что приехали посланцы с Украины. Я не буду говорить, от кого имени, из вот этой двойки спорящих. Идея была такая. Надо организовать визит двух сенаторов из Соединенных Штатов, из различных партий, в Киев, чтобы они помирили Витю и Юлю, которые заиграли с песочницей и стали спорить из-за того, чья где игрушка. Вот так американцы в Конгрессе оценили важность этого спора и разногласия. Ну, этот эмиссар не дошел дальше помощников, правда, важных помощников, ведущих сенаторов. Один из них был Лугар, которые так сказали, ребята, идите отсюда, мы даже заниматься этим вопросом не хотим. Это просто смешно, вы ставите это в дурацкое положение. Вы занимаетесь фигнёй, мягко говоря, там у себя какая-то детская игра в песочнице, которая, ну, позор для страны, и вы хотите нас втянуть в это дело. Нет, езжайте, и всё. Ну, эмиссары уехали. И закончилось, вы знаете, чем закончилось это президент Стоющенко, закончилось Януковичем, над стороной сгустилась вот эта чёрная тьма, туча, и в конце концов, если так всё это проследить, как эффект бабочки, это привело к тому, где мы сейчас с вами находимся. И очень нечто подобное, когда я смотрел, наблюдал по телевидению, по СМИ, о визите Нуланд в Киев, я вспоминал вот визит этого эмиссара из Киева в Вашингтон. То есть ситуация приблизительно та же самая. Теперь идёт другой спор, но здесь как-то иначе. Здесь это спор, ну, я им дальше расскажу, как это расценили, то есть действительно уважаемого во всём мире генерала, любимца нации, действительно одного из лучших, наверное, военачальников мира, и против него, опять-таки дальше я вам расскажу, что там, как это всё оценивается в западной печати, то есть это совершенно безобразная, это уже не свара, потому что заложенные-то в ней не участвуют. Это, я бы сказал, травля, ничтожная, негодная травля, основанная на совершенно, я бы сказал, на комплексе или замесе таком диком жалких психических проблем одного человека и злого умысла его помощника. Под помощником я имею в виду Ермака, который в этом случае играет своего рода яго. Это вот тот случай, тот случай великолепно описанным, как это говорилось в одном из советских фильмов, Уильямом нашим дорогим товарищем Шекспиром. Так вот, значит, что мы имеем сейчас? Мы по-прежнему находимся в подвешенном состоянии, и сегодня CNN, или вчера это CNN, когда показывал репортаж из Киева, ведущая в Вашингтоне, она просто одуревала. Так всё-таки же объясните, что происходит? Он уволил или не уволил? То есть написано уже, указ есть, а с другой стороны его нет. Ну и народ разводит руками и не знает, что делать. И удары западных аналитиков, политиков, они сейчас наносятся всё откровеннее и сильнее, и наносятся по Зеленскому. Потому что, ну, тут не надо далеко ходить, всё становится понятнее и понятнее, чем дальше, тем будет больше понятнее. Ну, так, например, журнал «Тайм» назвал Зеленского «уайлдкарт», есть такое выражение, но перевести её «Дикая карта» не передаст, так сказать, всю глубину этой фразы. Я бы перевёл литературно на русский, как «человек, на которого нельзя положиться, от него можно ожидать всё, что угодно, это есть «уайлдкарт». И с таким человеком нельзя связываться, особенно в такой ответственный момент, когда идёт серьёзная, сильнейшая война, самая мощная после окончания Второй мировой войны в Европе. Вот какие, собственно говоря, выводы в журнал «Тайм». Что произошло дальше, значит, вот если подвести промежуточный итог на сегодняшний день? Ну, понятно, всем, наверное, понятно, особенно в Украине, что за всем этим стоит Ермак, естественно, который, как Яго, дёргивает Зеленским за ниточки. Так вот, с моей точки зрения, они нанесли оба сильнейший удар по расколу страны. Критический момент её истории. То есть там раньше разговаривали, там, не на часе, не надо там кто-то... Меня, кстати, да, обвиняли, что я наношу там какой-то удар, и кремлёвские ФСБ пропагандой, и там, и так далее, на то, что сделал Ермак и Зеленский сейчас. Это стратегический удар просто по расколу страны. Затем, ну, поскольку Ермак играл в эту главную скрипку, используя психологические особенности Зеленского, то Ермак нанёс удары по Зеленскому, поскольку после этого, вот, после того, что произошло, вне зависимости от того, что произойдёт дальше, Зеленский оказывается, ну, полностью, хотя и до этого он был в значительной степени, а теперь, ну, полностью, полным, под полным контролем, можно сказать, марионеткой в руках Ермака. Дальше, если удастся довести эту игру, скажем так, грязную до конца, то конечная цель же понятна. Конечная цель – посадить кандидата, посадить человека на роль главнокомандующего, который будет подчиняться Ермаку. И в этом, наверное, ни у одного из моих украинских зрителей сомнений нет. Таким образом, Ермак будет отвечать теперь полностью за всё, включая за то, от чего зависит само существование Украины, но нести ответственность за это будет Зеленский. То есть, замена Залужного на любого, абсолютно. Зеленский, уволив формально, будет вольнять именно он, уволив Залужного, берёт на себя всю ответственность за то, что будет происходить дальше. А дальше легче не будет. Будет, по крайней мере, не проще, чем сейчас, а, скорее всего, может быть и сложнее, потому что эскалация идёт дальше. На эскалацию агрессора Украина ответит вместе с союзниками в своей эскалации. И, ну, тогда Зеленскому надо будет молиться только Богу, потому что на свой интеллект, на свои возможности, ему никакой возможности больше. И на разум, профессионализм новых командующих ВСУ ему уже нельзя будет всё это списывать, поскольку это его будет назначенец, хотя, по сути дела, человек будет человеком, вернее, креатурой Ермака. По этому поводу лучше всего раскусил происходящее событие Билдс. Ну, о нём много там пишут, одни одно имя, высказывают мнение, другое, другое. Но это тот самый Билд, который в картах, видимо, через них, через этот таблоид американцы накануне полномасштабной российской агрессии и слили ту информацию, которую они до этого месяцами доводили до ООПа Ермака и до Зеленского, ну, так и не смогли туда пробраться. Так вот, что пишет Билд, оценивая нынешнюю ситуацию в Украине? Борьба за власть в Киеве тревожит экспертов по Украине. То же самое, что было, когда экспертов тревожила в Вашингтоне, тревожила война в песочнице между Витей и Юлей. Дальше Билд почему-то считает, что генералы отказались, но, видимо, отказались поддержать план Зеленского по смещению заложенного. Здесь, видимо, имеется в виду, что и Буданов, и, вроде бы, Сырский, поблагодарив Зеленского за доверие, решили, значит, от этого дела увильнуть. Там какой расклад-то был? Буданов, он, вроде бы, один из любимчиков, второй, после Ермака Зеленского. Но он находится в конфронтационных отношениях с Ермаком. В частности, по вопросам о закупках вооружения. То есть, о деньгах, так по большому счёту. Ну и сейчас у Буданова Синекура прекрасно себя чувствует масса людей под рукой, огромный бюджет, и нафига ему нужно брать ответственность? Да, и никакой ответственности. Разведывательную информацию ему даёт американцы, которые считают нужными, которые потом он может слить частично в средства массовой информации. Зачем ему брать ответственность за ВСУ? Тем более, что как человек, безусловно, не глупый, не профессионал в командовании ВСУ, но человек не глупый, он понимает, наверное, что тяжеловато ему будет справиться с этим делом. Сырский. Сырский, ну, это, понимаете, вот любой, кто заменит Залужного, это будет Камикадзе. Потому что этот человек, сменщик Залужного, должен будет взять на себя ответственность за проведение мобилизации один из самых непопулярных проектов сейчас в Украине. В значительной части непопулярные, потому что власть ведёт себя двулично. Она создала такую ситуацию, когда для одних это война, а для других это матч родная. И поэтому, значит, значительная часть народа, поняв ситуацию, не хочет в этом деле участвовать. Поэтому, значит, если назначат Сырского или любого, там, Васю Пупкина, вместо Залужного, значит, Сырский или Вася Пупкин должны будут взять ответственность на себя за мобилизацию, хотя по закону это должен делать Зеленский. Потом гроздья гнева народная на него посыпется. Потом придётся его уволить и заменить ещё одним. То есть, одногоходовочка здесь не получится, получится два. Но это всё будет выносить очередную порцию бардака в так называемое управление, которое практически не существует. Вот. Ну и поэтому, видимо, оба они соскочили. Дальше размышления Билда. И это очень плохо для президента. Оба возможных преемника отказались с благодарностью. Ну и потом дальше тут разговоры, я всё это сокращаю. Залужный, простите, Залужный пока остаётся на своём посту, а конфликт между ними президентом Украины продолжает тлеть. Вот, то есть, понимаете, что ещё лучше Путину, чем вот такая ситуация полной неопределённости? Главнокомандующий, вместо того, чтобы заниматься планированием операций, он думает, когда его уволят через пять минут или через пять дней, или через пять недель. Ну, то есть, невозможно нормально работать в этой ситуации. Это только врагу можно создавать такие условия работы. То есть, даже при Сталине такого не было. То есть, люди во время Второй мировой войны, они чувствовали, что, ну, во-первых, они занимаются великим делом. И вот эта война, это был момент, когда каждый человек мог проявить себя на полную катушку. Я это точно знаю, потому что мой отец был участником войны, дошёл до Будапешта, участвовал в зятии, там был ранен. И он и его товарищи, масса разговоров, слушал их воспоминания об этом времени. А тут совсем другая история. То есть, невыносимое условие для работы главнокомандующего. Это создаёт бардак в управлении, короче говоря. То есть, это вот, если бы этим занималась, это было результатом, такая вот ситуация, операции враждебных спецслужб Российской Федерации, тот, кто её организовал бы и провёл, он бы бронзовый или золотой бюст при входе в здание, известное Ясенево, на Лубянку, и на родине героя был бы установлен. Это просто мечта. Мечта для вражеских спецслужб. Вот тут это всё создаётся своими собственными руками. Ну и дальше журнал «Таблоид» пишет. Спор этот вредит украинской обороне. Вот Бильду это понятно. Почему это Зеленскому непонятно? Вот у меня самый главный вопрос. Почему это непонятно Зеленскому? Дальше цитирует здесь экспертов. Экспертов, который, говорит, один из них, он из Европейский Совет по международным отношениям. Господа, это серьёзная организация. Это там, где формируется политика Евросоюза, в том числе в отношении Украины. Так вот, он говорит, Бильд, вмешательство в военные дела из президентской канцелярии, особенно со стороны советника президента Ермака, было проблемой с самого начала. Зри ту корень, как говорил Кузьма Прутков. Ермак, с самого начала. Кстати, после моего предыдущего видео, один из зрителей прислал мне вопрос, а какие ещё, сообщите, какие ещё видео предыдущие, где вы номера дайте, где вы пишете о, вернее, рассказываете о Залужном и о травле его, о его взаимоотношении с Зеленским. Ну, я быстренько пробросил и обнаружил там, что первое видео о Залужном, но часть о нём, я сделал ещё в сентябре, в сентябре 22-го года. Только начало было военных действий в Украине. Я, кстати, покажу здесь к описанию название этого видео, приведу номера этих видео, кто хочет, посмотрите. Это как антология травли Залужного или операция против Залужного, правильно говорит господин Гроссель, которая задумана была Ермаком. Когда она была задумана? Начало сразу вот после успеха на северо-востоке Украины. То есть, они сидели как мышки там в опе, пока решался вопрос, быть или не быть Украиной. Как только ВСУ отбили врага от Киева, затем северо-восток, пришло время наград, я же это знаю прекрасно. Кто спаситель Отечества, кому слава? И тут-то оно началось. А вместе со славой это же идёт рейтинг, рейтинг. Кстати, одно из изданий здесь, да даже не одно, а несколько изданий американских сейчас пишут, когда объясняют, на чём основан весь этот конфликт. Очень просто. У Залужного по последним опросам ещё в странном мнении приводят округлённые цифры. 90% поддержки, у Зеленского 60%. Вот вам и всё. Вот вам и ларчик открывается, о чём думает руководитель государства, чем он руководствуется в момент, когда решается вопрос, быть этому государству или не быть. Дальше Бильд пишет, что летом 1923 года Зеленский, вопреки воле Залужный, настаивал, что надо оставить Бахмут для того, чтобы тогда планировалось контрнаступление. И вместе с союзниками было принято решение, что надо сконцентрировать на одном, на двух основных направлениях и там пробивать. Но Зеленский настоял на том, что надо держать Бахмут. Ну и тем самым были связаны ценные крупные силы именно вокруг него. Они были сконцентрированы на решающих участках. Дишит Бильд. Вскоре Бахмут пал, а украинское контрнаступление провалилось. Кстати, после этого, значит, американские, британские аналитики, анализируя, что произошло с контрнаступлением, одна из главных причин, называли то, что не было, что оборона была растянута на большой протяженностью, и все говорили, надо сдавать Бахмут. Не сдавали, потому что генералиссимус Зеленский был против. Но, наверное, Ермак его же поддерживал. Затем Билд стало известно, что Залужный несколько дней назад хотел также отступить от Авдеевки. Ну, та же самая ситуация. Вместо этого Зеленский отказался. Вместо этого 30 декабря лично отправился туда, как настоящий герой, чтобы показать, что он за оборону. Но российские войска продолжают наступать, и вот уже надвигается второй Бахмут. Дальше следующий, цитируется следующий немецкий эксперт, это из Мюнхенской конференции по безопасности, весьма уважаемый форум, наверное, большинство из вас его знают. Так вот он сказал, Билд, постоянные слухи о конфликтах между Зеленским и Залужным наносят ущербу Украине, и уже используются Россией для создания, для разжигания дополнительных разногласий. Пятая колонна активизирована, резидентура российских спецслужб Кремля работает на полную катушку, потому что, собственно говоря, на поле боя там нехти пока у рашинц. Поэтому эксперт Ланге призывает украинское правительство срочно вернуться к профессиональному исполнению своих обязанностей. Не надо там, бог знает, что выдумывать, это он, наверное, обращается к банковой, но хотя бы не разваливайте, не создавайте проблемы, помогая тем самым врагу. И у него есть конкретное предложение Киеву, как пишет Билд, «Было бы по-государственному мудро, если бы Зеленский и Залужные сейчас действовали сообща и прекратили эти дебаты». Ну, опять-таки, я не слышу особых дебатов, а вообще никаких дебатов со стороны Залужного, то есть это обращение скорее к Зеленскому. И даже не столько к Зеленскому, сколько стоящим за его спиной Яго или Аген Козырь, назовите его как угодно, который уже на страницах западной печати называется основным закоперщиком этого дела. Вот так, то есть тогда я помню, когда во времена Ющенко приезжал сюда Вашингтон, с такой же проблемой эмиссары с Киева, ему дали этот же совет. Ну, то есть прекратите в песочнице играться, скажите там им, приводите их к разуму, призовите. Не подалось тогда, не удалось, не призвали. Ну и в конце концов, мрак эпохи Януковича после этого сменил надежды на светлую жизнь в Западе. Ну и там, где мы сейчас находимся. Надеюсь ли я, что на этот раз призывы западных, я уверен, что Нуланд, она приехала с тем же призывом, месседжем вот сейчас, когда последний раз она была в Киеве несколько дней назад. Уверен ли я, что на этот раз разум возобладает? Нет, не уверен. Не уверен, потому что, но опять-таки, я не слышу, не слышу никаких дебатов со стороны заложного. Человек, ну, его травят. Так вот, я бы поставил вопрос так, прекратится ли его травля? Не уверен. Не уверен почему? Потому что у Зеленского есть проблемы психологического, психического характера, то есть, тщеславие, самолюбие, задетые. Человек, видимо, вжился в роль. Ему сказали, играть надо Черчилля, а он, видимо, поверил на самом деле, что он есть Черчилль. Как в свое время Калашников, этот безграмотный сержант, которого сделали, как бы так, приписали ему, что он создал этот автомат, который потом назвали его именем. И он настолько вжился, что к концу жизни, видимо, и сам действительно реально поверил, что он его создан. На самом деле он даже начертить детали не мог, на самом деле. Ну и вот, и теперь, и теперь, вот, им манипулируют вот эти, вроде бы, небольшие, небольшие проблемы психического характера, но они очень уязвимые. Это первое. А во-вторых, за спиной агент Козырь, который выполняет, продолжает выполнять свою миссию, которую он выполняет после Омана в свое время. Ну и почему, мне кажется, я практически уверен, что это все организовано, потому что вот практически одновременно, когда должны были снимать, наконец-то, огласить указ, якобы подписанный Зеленским о увольнении Залужного, В это время с помпой в Киеве проводится операция, которая, ну, формально это называлось так, Ермак и Расмунсен запускают новую рабочую группу по безопасности Украины и Североатлантической интеграции. На самом деле я бы назвал это так, это операция прикрытия, которая прикрывает основную операцию в разведке. Ну, а проще говоря, это операция Ермака по прикрытию его опы. Значит, объясню, потому что мне несколько вопросов здесь задали, что это такое, такой проект грандиозный. Расмунсен – это сейчас, да, он бывший премьер-министр, он бывший генеральный секретарь НАТО, а сейчас он владелец, руководитель, ну, достаточно успешной интеллектуальной лоббистской группы, который нанят как лоббист. Ну, одно дело, говорили, что это лоббистская компания, там что-то делает, она как-то режет слух. Поэтому это было анонсировано как рабочая группа Ермака и Расмунсена. И предыдущим проектом этой группы были, вы должны помнить, большинство из вас, это серия международных форумов по продвижению плана мира Зеленского из десяти пунктов. Первый был в Копенгагене, потом был в Саудовской Аравии, два на Мальте было. Вы сейчас что-нибудь слышите про этот план Зеленского о мире? Ну, все умерло. Она умерла уже на второй же конференции, первая была в Копенгагене, вторая это была в Саудовской Аравии. И там уже отмечали зарубежные наблюдатели, аналистики, странную вещь, что украинская делегация вместе с Ермаком бродит по кулуарам, как воды в рот набрав, не продвигая совершенно тезис Зеленского. А там все взяли под контроль саудиты, китайцы, которые проталкивали свои планы, использовали вот это все в сборище, а там много людей туда приехало, в своих политических, дипломатических целях. Ну и в конце концов все заглохло полностью, то есть о нем уже и не слышно об этом плане. Помимо продвижения этого плана, там речь шла о том, чтобы задвинуть его, привлечь его внимание, поставить на сторону Украины, прежде всего, страны глобального юга. Все это рухнуло полностью, но денег на это затратили немало. Вообще, ну ладно, потом это мы обсудим вопрос о деньгах. То есть, проведя несколько форумов и, видимо, заработал на это немалые деньги, кто-то, скажем так, кто-то заработал, потому что провести международную конференцию, на которую пригласить высокопоставленных людей из Китая, Соединенных Штатов, стран Западной Европы, провести это в разных странах, это стоит больших денег. Датчане, как мне сказали, это специалист по проведению этих мероприятий, но не потянут они, даже если бы захотели. И вообще в мире лоббистских групп ничего не делается бесплатно. То есть вопрос, где деньги Зин на этом были взяты. Этот вопрос очень острый, потому что, ну тут два пути. То есть, что Расмуссен подарил эти деньги своих накоплений, ну, никто, наверное, не заподозит его в таком смелом шаге. Но остается два, значит, первый шаг. Мы с вами знаем из сообщений и украинских официальных источников, и из докладов генерального инспектора Пентагона, значит, 36 миллиардов исчезнувших через Минобороны Украины в 22-м году, 44 в прошлом году, плюс миллиард, который, как сказал генеральный инспектор Пентагона, по которому украинская сторона не может отчитаться за прошлый год, куда он делся. Я уже не говорю о таких мелочах, как яйца за 17 или куртки там и так далее. Ну, то есть, взять вот эти крупные вещи, и того получается, что исчезло, ну, где-то так, минимум, минимум, без яиц и без курток, это где-то 3,5 миллиарда. И очень не хотелось бы думать, вернее, вот те уважаемые люди, я потом расскажу об этих уважаемых людях, которые сейчас пригласили для участия в новом проекте, чтобы они потом узнали, что за их лекции или выступления гонорары платились из тех денег, которые исчезли вот в процессе этих транзакций. То есть, если это не деньги, украденные чиновниками, некоторые из которых, возможно, сейчас находятся под следствами и предварительном заключении, ну, тогда, возможно, это деньги какого-нибудь украинского олигарха. Да, опять вопросы возникают. Короче говоря, денежный вопрос стоит здесь очень остро. Почему я говорю о денежном вопросе? Потому что, опять-таки, как говорят специалисты по лоббистским делам, ну, есть целая партия на Западе политиков, пенсионеров отставных, которые, или высокопоставленных чиновников, которые, уйдя на пенсию, они ищут себе синекуру. Очень любят работать на иностранное правительство. Вот военные, дипломаты работают, ну, до февраля 22-го, многие дипломаты американские любили работать на Рашу, под крышей Валдайского форума. Военные любят работать на саудитов, там, других богатеньких шейхов и страны Ближнего Востока. Почему? Потому что эти пенсии, хотя они приличные по американским, допустим, стандартам, они идут никакого сравнения с теми лекциями, с оплатой за лекции, за выступления, там, и так далее. То есть, вот смотрите, кого они сюда набрали. То есть, ситуация такова, понятно, что провалив дело, проводив работу первой группы по продвижению пакета, то есть, плана Зеленского, плана мира, о нём, кстати, в анонсе о создании этой группы вообще не упоминается, как будто его не было. То есть, провалив этот план, теперь создают ещё более мощную группу. Ну, как это обычно делают. Провалив один проект, тут же создаёшь на его обломках второй ещё более мощный проект. И туда пригласили очень серьёзных людей. Борис Джонсон. Борис Джонсон – хороший парень. К сожалению, это не профессия на Западе. Он сейчас не удел в политике. То есть, пробует сейчас как-то так присоседиться к Трампу. Весьма странное положение у него, потому что Трамп – это тот человек, который говорит, что ни копейки Украине вообще, всё прекращу помощи Украине. А Джонсон формально говорит, что он с Трампом, он его одобряет в качестве следующего президента, а с другой стороны – в Украине. То есть, растяжка полная. Как он… Интересно просто. Хиллари Клинтон. Но если думает, есть какой-то наивный человек, который думает, что участие Хиллари Клинтон в проекте по продвижению Украины в деле евро-атлантической интеграции, то я должен разуверить, влияние Хиллари Клинтон в этих вопросах в Америке сейчас – это даже не ноль. Это со знаком минус. То есть, она ничего не поможет. Она даже может повредить. Совсем не нужна. Но её лекции и выступления стоят очень дорого. Так же, как, я думаю, Бориса Джонсона. Бывший верховный главнокомандующий Союзными войсками Европы Уэсли Кларк. Замечательный человек. Замечательный эксперт. Один из самых горячих друзей, сторонников Украины, который как лев борется за интересы Украины, начиная с полномасштабной российской агрессии. Всё, что говорит, всё по делу. Но что больше он может сделать, кроме того, что он уже делает? Совершенно ничего. Ну и дальше. Короче говоря, создали группу, эффект которой будет такой же, как и предыдущие группы. То есть, ноль. Вопросы евроинтеграции Украины решают те люди, которые сейчас при должностях и при власти. Эти пенсионеры по западной традиции политических. Их мнение никого не интересует совершенно. Главное, что здесь будет, это Ермак. Человек уже международного уровня. Когда его будут тащить в камеру предварительного заключения, надеюсь, придёт это время, он будет кричать, да я с Борисом Джонсоном в одной группе был, и с Хиллари Клинтон. Эти люди будут, когда журналисты-расследователи будут проводить расследование, откуда были взяты деньги на эту группу, они будут говорить, что они ничего не знали, не подозревали, они же работали на благое дело. И дело-то нормальное. Но, повторяю, весь замысел организации за какие-то деньги вот этого всего проекта, это прикрыть опу Ермака, который одновременно наносит сильнейший удар вот этой всей истории с попыткой увольнения залужного. Это сильнейший удар по расколу Украине, сильнейший удар по перспективам вступления Украины в НАТО и в другие структуры евроатлантической, значит, евроатлантические структуры, европейские структуры. И в это же время он себя прикрывает вот этим зонтиком. Рабочая группа по евроатлантической интеграции. Это блестящая операция. Повторяю, если есть ответственные за эту операцию в СВР или ФСБ, Российская Федерация, на ней сейчас, то есть я слышу, сидя сейчас, я просто слышу звук вылетающих, пробок вылетающих из бутылок шампанского в Ясене, на Лубянке. Это прорыв. Прорыв, господа. К сожалению, к сожалению для Украины неважно. Неважная ситуация. Но я говорил, я говорил, что две, два фронта. И необходима победа на бой в фронтах, потому что враг у него не получается, или хуже получается на внешнем фронте. он начинает скалировать ситуацию на внутреннем. А на внутреннем процесс пока идет. Пока более-менее. Но я думаю, он закончится. Повторяю, вот этот ход, который формально делает якобы Зеленский, но на самом деле его инспирирует Ермак, он раскалывает общество, парализует, сделает полярным, еще более полярным украинское общество. И я думаю, будучи вовлеченный во все это, Зеленский нанес, дозносит сокрушительный удар по перспективам своего переизбрания на второй срок. Ну, перейдем к другому, другому важному вопросу. То есть, несмотря на все трудности в Конгрессе с пакетом помощи для Украины, дальше я вам о нем расскажу, американцы все-таки работают. И британцы, и другие друзья Украины рыскают по всему миру, пытаясь найти дополнительные ресурсы вооружения. И вот, появилась информация о том, что примерно 149 танков, которые до сих пор находились на вооружении в Кувейте, они якобы должны через Хорватию поступить в Украину. 149 танков. Напомню, это танки Т-72, которые в начале 80-х годов были модернизированы на территории Югославии. Там были поставлены новые движки, даже не тогда, это уже вот, когда в распоряжении Кувейта эти танки были, на них поставлены более мощные движки, новая система наведения и лучшая броня. то есть, это танк, который сейчас называется М-84. Он лучше, чем его прародитель Т-72. И вот эти танки сейчас из Кувейта отправляются на территорию бывшей Югославии, там быстренько его подвергнутся ремонту или, ну, в общем, приведут в товарный боеспособный вид и будут оправлены в Украину. Считается, что этот процесс должен произойти очень так беспроблемно, ну, потому что Т-72 известен вооруженным силам Украины. Ну, и должен сыграть положительную роль в предстоящих боевых действиях. То есть, западные союзники не спят. При этом, значит, уже, уже поступают в Украину граунд, то есть, бомбы малого диаметра, запускаемые с земли GLS BC, да. На последнем брифинге в Пентагоне Райдер, генерал Райдер, он отказался входить в детали этой сделки, откуда взяты деньги, откуда это получилось, ну, короче говоря, оружие идет, ну, и зато спасибо. Что касается помощи, господа, это сейчас самый наболевший вопрос, от которого зависит очень многое, поэтому буду рассказывать вам много, я слежу за этим делом почасово, вот, буквально поступает различная информация. Итак, сегодня, завтра в Вашингтоне должен быть опубликован текст вот этого проекта законодательства, который включает помощь Украине, который в течение трех месяцев разрабатывала группа согласительная с представителями обеих партий и независимой, и принято решение о том, что оно будет, будут предоставлены сенаторам 72 часа на ознакомление, как они того требуют, и где-то в среду будет поставлен на голосование. Несмотря на то, что Трамп дал указания своим подручным в палате представителей, и их спикер уже сказал, мы его не принимаем, но это он сказал где-то последний раз неделю назад, ситуация меняется опять-таки чуть ли не каждый день в связи с предвыборной кампанией и ее там перипетиями. Поэтому, значит, идея такая, нужно набрать минимум 70 голосов сенаторов из 100 для того, чтобы это было весомый продукт, я имею в виду в сенате, весомый продукт двухпартийной работы. То есть, послать, и потом швырнуть его, как однажды выразился один из сенаторов, швырнуть это как бомбу туда, или гранату, в палату представителей и посмотреть, что они будут делать. Ситуация за последние неделю-две изменилась в худшую сторону для республиканцев, даже не республиканцев, а прежде всего для магии и для Трампа в предвыборном плане. Что произошло? Поэтому так просто отбросить его, как они сказали, Dead on Arrival, может быть, будет не так просто. Почему не так просто? Потому что большие изменения произошли в самой республиканской партии, вернее, они стали очевидны, о них стали говорить даже крупнейшие средства массовой информации США, которые симпатизируют республиканцам. Допустим, Wall Street Journal, это самая солидная газета, которая пока еще симпатизирует республиканцам, пишет, что Трамп фактически лишил республиканскую партию ее души. Что произошло? При Рейгане республиканская партия, ее избиратель, это был человек с высшим образованием, с доходами выше среднего, проживающий в городской, в городах. А теперь, значит, это люди, как правило, без высшего образования, с доходами ниже среднего и прозревающий вне городов. То есть, это совсем изменилась демография республиканской партии. В связи с этим, значит, вот этот раскол на маговцев и рейганистов, так называемых, рейганисты, это, в общем-то, они говорят, что они друзья Украины, и они стратеги, но они оказываются за бортом основной тенденции демографической республиканской партии. То есть, вот эта мага, она стала ближе к своей избирательной партии, к ядру своих избирателей. И этим воспользовался Трамп, где-то начал этот процесс с 2010 года. И произошло перерождение партии, и Трамп, из нее вынув ее душу, поставил ее себе под контроль. Вот такая произошла ситуация. Но вместе с этим возникли и проблемы. Их мало маговцев, они шумные, они агрессивные, но все остальные, то есть, база Трампа и тех, кто за ним в Палате представителей, она очень узкая. Это порядка 30% самой республиканской партии, а если взять всех избирателей 10%. Все остальные категорически отказываются за них голосовать, в том числе демократы. 26, вернее, 35% примерно республиканцев, которые отдали свои голоса в Айове и Нью-Хемпшире за Хелли, сказали, что они ни в коем образом не будут голосовать за Трампа. Они или пойдут голосовать за Байдена, как сказали некоторые, а другие сказали, что вообще не пойдем. То есть, будет все решать независимые и умеренные избиратели. Ну и плюс примкнувшие к ним традиционные избиратели демократической партии. И вот, на основании, вернее, на фоне нескольких месяцев там проводили, вы знаете, эти самые разные опросы общественного мнения, где вам говорили о том, что Трамп имеет подавляющее преимущество не только в своей партии, вообще среди всех избирателей и Байдена разнесет в клочья. Буквально на днях вышло последнее опросы общественного мнения, которое проводила Куинни-Пак, такая организация, и о ней объявил Фокс, канал Фокс, который симпатизирует республиканцам, и вдруг оказывается, что Байден опережает, вот если бы выборы состоялись сейчас по всей стране, он получил бы 50% голосов, а Трамп 44%, Байден вышел вперед, и особенно, поскольку говорят, что выборы будут решены независимыми, среди независимых за Байдена 52%, у Трампа 40%, отрыв 12%, огромный, существенный, скажем так, отрыв между, среди женщин, очень важный вопрос абортов, 58% заявили, что они за Байдена, это независимо от партийной принадлежности, за Трампа 23%, и описывая все это, Wall Street Journal в частности отмечает, что те люди, то есть среди избирателей Соединенных Штатов, которые за укрыт помощь, это люди, но те, которые совпадают с избирательным контингентом Байдена, это люди с высшим образованием, с более высоким доходом, это люди, проживающие в городах, ну, в целом, с большим, лучшим, более высоким интеллектом, чем те, которые за Трампа. Второй вопрос, то есть, это удар, который сейчас именно происходит по сторонникам Трампа, от которых сейчас будет зависеть в Палате представителей голосование за пакет помощи или против пакет помощи Украине. Теперь неожиданный удар Трамп и его сторонники терпят на экономическом фронте, они ожидали рецессию, а лучше всего они хотели кризис в экономике сейчас, и вдруг на днях выходит опять-таки Фокс-канал анонсирует, они, вот пришла только информация, они должны анонсировать, ведущая должна анонсировать в прямом эфире, насколько увеличилось количество рабочих мест, но ожидали где-то там 180 тысяч будет дополнительных, она раскрывает 325 тысяч, то есть два раза где-то больше, и она оуух, никто такого не ожидал, понимаете, то есть это фантастические новости для Трампа, вернее, ну да, и для Трампа тоже фантастические, фантастические, отрицательно фантастические, безработица, 3,7%, фантастика, индексы летят вверх все, то есть в срочном порядке, трамписты теперь меняют свою повестку дня, экономика, которая раньше была на первом месте, уходит в сторону, у них остается теперь граница, а границу их поставили теперь демократы и, ну, и независимые аналитики, Трампа, который совершил невероятную глупость, открыто сказал, что не надо нам закон о границах, пусть остается какой был, и его вместе с магой его поставили соперники в колонно-локтевую позу, то есть, значит, только что они кричали буквально месяц назад о том, что катастрофа, 300 тысяч человек нелегально через мексиканскую границу в Америку, среди них наркоматы, эти самые, наркокотель и террористы, спасайте Америку, теперь Трамп говорит, когда готов законопроект о том, чтобы спасти Америку и прикрыть или навести порядок на этой границе, он говорит, нам это не надо, потому что ему это нужно для того, чтобы использовать этот вопрос в предвыборной кампании, потому что вопрос о экономике ушел, то есть, черт с ним, пусть еще год будет катастрофа каждый месяц, но зато Трамп будет о ней говорить, а так не получится, не получится, уже все, не получается, нельзя одновременно кричать о катастрофе в связи с этой нелегальной эмиграцией и одновременно говорить, не надо нам законопроектов, включая помощь Украине, потому что это нужно Трампу для того, чтобы он мусолил этот вопрос в предвыборной кампании, то есть, вот так вот получается, господа, сложнее все становится, ну и наконец, тут вообще цирк сейчас происходит, Тейлор Свифт, ну, наверное, многие знают это певицы, причем, ну, певицы такого уровня, вернее, знаменитости в мире не было давно, это номер один, как говорят, во всем мире, хотя я не являюсь поклонником и к стыду своему скажу, что я ни одной песни ее до конца не дослушал, но номер один знаменитость на ее аккаунте где-то в соцсети 379 миллионов фолловеров, у нее бойфренд, он футбол играет, американский футбол в знаменитой команде, и вот она выступила в поддержку Байдена, она сделала это в 20-м году, сейчас собирается сделать то же самое. В Америке ожидается суперкубок, финал по американскому футболу, опять-таки, я не болельщик, но вот-вот он будет буквально на неделях, и там Тейлор Свифт должна петь гин, как положено по традиции, американский, и там же она хочет поддержать Байдена. Республиканская партия, последователи Мага, последователи Трампа, они в шоке, они придумывают очередной конспиративную историю о том, что есть заговор Байден, Тейлор Свифт, затем ее, не то, что ее бойфренд, а руководство национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки, это к ней вообще прикасаться нельзя, потому что, ну, самый номер один вид спорта в Америке, и так далее. Так вот, что они вступили в сговор против Трампа для того, чтобы его провалить. Ну, для Тейлор Свифт это все насекомые, включая Трампа и так далее, имея в виду ее популярность. Вот она, теперь, значит, уже пообещала, она уже в одной лодке, как она, собственно, и была с Байденом. Де Ниро, Де Ниро, всеми любимый актер, пламенную речь произносит против Трампа, говорит, что этого человека нельзя допускать к власти. Ну, и, наконец, у демократов есть совершенно тайное оружие, и зовут это оружие Мишель Обама. То есть, Мишель Обама это не просто там политический деятель какой-то, это селебрити, как говорят в Америке, это знаменитость. Но она, конечно, не такая, как Тейлор Свифт, но она интеллектуальная знаменитость. И она, если она вступает вместо Джо Байдена, то она разносит Трампа в пух и прах. Есть некоторые инсайды, согласно которым она вошла уже в контакт с крупнейшими донорами финансовыми страны, или, вернее, ее представители это делают для того, чтобы провентилировать вопрос, как это все можно организовать и так далее. Поэтому один из вариантов, где-нибудь накануне конференции демократической партии, Джо Байден может сказать, что по причинам здоровья он не может или не хочет участвовать, хочет открыть дорогу молодым. И выходит Мишель Обама и дает мощный пинок по толстому заду Дони Трампа. И таким образом заканчивается эта история. Поэтому будем смотреть. Я с напряженностью наблюдаю за прохождением этого законопроекта. Я слышу голоса пессимистов, в том числе из лагеря сторонников Друзей Украины. Но не стоит раньше времени рисовать мрачные картины, потому что ситуация меняется для республиканцев, они держат нос по ветру, и некоторые представители уже бьют в колокола. Допустим, Энди Биггс, республиканец из штата Аризона, невиданное дело делает. Он публично выходит в информационное пространство и говорит, нас ждет провал на предстоящих выборах в ноябре. У нас же ничего нет. Мы ни черта не сделали. Действительно, до сих пор уже полгода прошло, как должен быть принят закон о бюджете страны. Ничего совершенно нет, только вот эта мышинная возня по-американски на этот раз, по-американски. И народ это, конечно, все бесит. Поэтому вот сами они говорят, у нас ничего нет. Это он сказал в интервью Ньюзмакс. Ньюзмакс – это вот та телекомпания, которая дико поддерживала Трампа в 2020 году. Ну, собственно говоря, и сейчас она с ним. То есть, Фокс как-то так пытается быть более-менее объективной. Ньюзмакс с Трампом, но вот такие голоса слышатся с ее телеэфиром. Так что, господа, следим, следим за этим сериалом, затеневшимся с наказанием помощи Украине. Там есть еще другие варианты. Если не проходит вот это, то уже сами же республиканцы, они понимают, что их поставили в колон, или Трамп поставил их в коленно-локтевую позу с этим законом границы, они теперь говорят, ну, если там не проходит вариант вместе с границей Украина, то, может, мы отделим границу в сторону, пусть он дебатирует, а оставим вопросы национальной безопасности, то есть, Украину, Израиль и Тайвань отдельно. Есть еще варианты, поэтому будем следить, буду держать вас в курсе дела, дорогие друзья. Ну, и, как обычно, слава Украине, слава ВСУ, враг будет разбит, победа будет за нами, вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу на обоих фронтах, иначе невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,